У меня сегодня просто фешенебельный полдник. Я, наконец, дошла в магазин, чтобы купить молоко для кофе. Сварила себе кофе у меня здесь чисто по-французски. Круасса. И мороженое. Я не знаю, что меня так прибило. Мне так захотелось мороженое. В общем, я сейчас смотрю кинчик. Вернее, он ещё пока качается. Кинчик называется «Скрытые фигуры». Он уже несколько лет назад вышел. Но я решила его посмотреть вот только сейчас. И сушу голову. Я решила попробовать совет от одной блогерши, которая говорит, что если не пользоваться ополаскивателем, маской, неважно чем, бальзамом после мытья, и ополаскивать волосы водой с лимоном, либо столовая ложка яблочного уксуса на литр воды, то эффект будет такой же. Они будут гладкие, расчесываемые, но они не будут так пачкаться и утяжеляться. Вот я решила попробовать. Вдруг проканает. Я сегодня решила воспользоваться суперновшеством от техники. Это сушилка. Сушильная машина. Вот такая она. Бренда «Занусси». Я туда загрузила уже постельное бельё для сушки. Сейчас будем её включать. Хрен знает, как она на самом деле включается. Так. Во! Катон. А вот как бы ещё... А, здесь, наверное, все способы. Не знаю, насколько вот тут нужно ставить. Ну, поставила 100. Как температура кипения воды? Пусть она там выкипит. Так, нажимаем «Старт». О, гудит. Ну, в общем, сейчас время 2.46. Когда закончит, посмотрим, до какого состояния она досушила бельё. Так, время 4.57. Эта штука вроде бы достиралась. Так. О, всё сухое. Блин, круто. Так. Ух ты, класс! Сейчас прям постелю постельное бельё. Ну, достиралась сушилка. Это круто. Ну, конечно, очень долго. То есть, 2,5 часа она сушила. Да, не достиралась, а досушилась сушилка. 2,5 часа она сушила. Это долго. Ну, это быстрее, чем если бы просто на сушилке оно висело бы. Потому что на сушилке постельное бельё сушится, вот, если там в 9, условно, утра постирать, то к вечеру, там, часам к 10 оно высыхает. Это дольше. Вот. И ещё один нюанс. Попал, видимо, наволочка попала в пододеяльник, когда стиралась в стиральной машинке, или в сушилке это всё вместе соединилось. В общем, наволочка, одна наволочка, которая была в пододеяльнике, она не до конца просохла. И, ну, она не то чтобы прям мокрая, но она немножечко такая сыроватенькая. Я надеюсь, до вечера она просохнет уже на подушке, и всё будет хорошо. А так вот есть такой нюанс. Вот. Так что сушильная машина – это хорошо, если есть дома дофига места. И профакапил утреннюю стирку, а к вечеру надо, чтобы была уже сухая одежда или бельё. Вот. Ну, и понятное дело, что какие-то там трикотажные, шёлковые, тем более шерстяные вещи в ней сушить нельзя. Они просто, ну, деформируются, и их уже обратно, конечно, в порядок не приведёшь. Поэтому, ну, как элемент допника какого-то, если у тебя, например, огромная квартира и есть постирочная, или частный дом и есть постирочная, то как допник на всякий случай это хорошо. Не знаю, как ведут себя, например, агрегаты два в одном, сушилка плюс стиралка, но говорят, что лучше не надо. Вот так.